Это видео в нашу редакцию прислала жительница 16-го дома по Марчаканскому шоссе Екатерина Терещенко. По ее словам, за пару месяцев в одном из подъездов уже третий раз случается потоп, прорывает одну и ту же трубу. Причем коммуникации и отношения к жильцам не имеют никакого. Их провели в ресторан «Желтое море», расположенный в этом же здании. Последняя авария случилась 15 февраля. Ликвидировать ее пришлось самим жильцам. От кипятка никто не пострадал, но с ногами мокрыми мы были все, потому что есть совок, есть ведро, черпали все металлоконструкции, мы прокладывали, чтобы можно было выходить. Вода вся возле крыльца, видно, что мы выливали. Но помощь нам, к сожалению, даже управляющая компания не оказала. Были задействованы все соседи. Сейчас трубу из подъезда убрали, перенесли в подвал, несмотря на то, что разрешение на размещение коммуникаций здесь было. Владелец ресторана уверен, те, кто неоднократно портил его имущество, могут сделать это вновь. А в том, что это было совершено намеренно, у него сомнений нет. Для подключения к теплосетям ресторана «Желтого моря» использовались полипропиленовые трубы. Можно видеть, что они достаточно толстые. И был обнаружен вот такое повреждение, которое возникло не изнутри, то есть не из-за избыточного давления, а кто-то умышленно повредил эту трубу именно снаружи. Либо перерезал, либо перепилил ее чем-то. В настоящее время разбирается полиция с этой ситуацией. Будет проведен, я надеюсь, по квартирный обход. По крайней мере, полиция предприняла попытку установить, кто же все-таки это повредил. Но можно сделать, по крайней мере, однозначный вывод, что такое повреждение могло быть сделано либо с ведома лица, которая проживает в одной из квартир этого подъезда, либо один из жильцов это повредил. Почему? Потому что дверь подъезда оборудована соответствующим замком, и посторонние лица туда проникнуть просто не могут. Но если этот вопрос решили, и риска быть затопленными больше нет, то остальные проблемы остались, рассказывает Екатерина Терещенко. Из-за соседства с общепитом в доме завелись крысы и тараканы. Всем доброе утро. Вот такая вот тварь ждет нас на подоконнике, на подогреве. С учетом того, что два дня назад мы закончили ремонт на кухне. Но в ресторане заверяют, их учреждение к появлению насекомых и грызунов никакого отношения не имеет. Здесь соблюдают санитарные нормы, проводят дезинфекционные и диротизационные мероприятия. А в прошлом году сделали капитальный ремонт на кухне, установили новое оборудование. Я не могу исключить, что другие собственники жилых и нежилых помещений данного дома не могут справиться с такой проблемой, как тараканы. Относительно тех крыс, которые бегают возле дома и которые были засняты на видеокамеру одним из жильцов дома, могу сказать, что крысы – это общая проблема города. Я сам часто вижу по городу крыс, которые забегают в подвальные помещения домов, бегают возле мусорных баков. И это наша общая проблема, с которой надо бороться. Опять же, повторюсь, собственник помещения ресторана «Желтого моря» оплачивает соответствующие услуги по диротизации, и он со своей стороны предпринимает меры для того, чтобы в его помещениях крыс не было. Поэтому в чистоте и порядке в своих помещениях руководство не сомневается. Тем более, что отсутствие каких бы то ни было нарушений подтверждают и систематические проверки контролирующих органов.